Здравствуйте, дорогие друзья! На днях мы сводили свою внучку в парк отдыха на Березовой рощи. Это у нас в Новосибирске. С виду отличный облагороженный зеленый островок в бетонном мегаполисе. Много дорожек для прогулок и пробежек. Есть аттракционы для детей. Кофейни. Небольшие кафе и шашлычные спасут проголодавшихся. На праздники проходят разные городские мероприятия. Зимой строят горки для детей. Присутствует прокат лыж. В общем, это одно из любимых мест для прогулок. И цены на аттракционы нас очень порадовали, потому что мы повели внучку именно покататься на каруселях. Перед этим я снимала центральный парк, и там цены по отношению к Березовой рощи кусаются. День был жаркий, и, естественно, после карусели ребенок захотел мороженого. Пока искали киоск с мороженым, увидели, что дети кормят белочек. Оказывается, в парке их, видимо, невидимо, и стоят автоматы с продажей орешек. Покупайте орешки и с руки кормите. Я думаю, что и принесенные из дома орешки точно так же белочки съедят на ура. Но это не все наше мероприятие. Мы шли туда в контактный зоопарк. Находится он в самом конце парка. Вход абсолютно бесплатный. Вначале сидит девушка и со столов продает еду для животных. Кормить животных здесь своей едой нельзя. Вот даже висят вывески. Запрещено кормить животных любыми принесенными продуктами. Изначально мы подошли к альпакам. До такой степени они красивые, смешные и подстрижены, как пудели. Ребенок смеялся от души. Ну и, конечно же, покормил березовыми вениками. Мы взяли именно березовые веники. А так цены на морковь, веники и мох для оленей. Именно для оленей. А здесь их очень много. От 130 до 140 рублей. Недорого. В этом контактном зоопарке животных можно не только кормить, но и вот таких малышей даже погладить пальцем. Очень много морских свинок, а кроликов больше всех. Всяких разных расцветок. Настолько они красивые, пушистые и приучены к рукам. Не боятся абсолютно никого. Подходят к ребятишкам и дают себя потрогать. На каждой клетке вывеска, что олени едят мох и веники, а овощи им запрещены. Посмотрите, какие они красивые. Я всегда видела оленей издалека, но вот так потрогать вблизи никогда не удавалось. Они высовывают в промежутке между прутьями свои рога. Оказывается, рога у них тоже пушистые, мягкие, как будто бархатные. Олени тоже всех расцветок. И серые с яблоками, и белые. Кому не хватает корма, возвращаются. В общем, девушка просто так не стоит, а постоянно в работе продает и продает. Очень хорошо, что граждане у нас сознательные и действительно покупают. Никто не старается накормить животных чем-то из сумки. А связано это с тем, что они собирают именно деньги на содержание этих животных. Это и зарплата, и ветеринарный врач, и кормление, и подстилки, и многое-многое другое. И, наверное, даже стрижки. В этом зоопарке моральное удовлетворение получают не только ребятишки, но и взрослые. А олени, но от них просто невозможно отвести глаз. Раскрас разнообразный, как я уже сказала. И черные, и серые в яблоке, и вот такие вот белые пеги. А как тянут мордочку, можно погладить по носику. Ну и, конечно же, покормить вениками. Ребенок наш умилялся, кормил веником, кормил мхом. И листики еще и козочкам скармливала. Вообще мы ее оттуда кое-как забрали. Вот смотрите, с какой радостью он ест. Все ребятишки обожают слушать сказки. И маленькие, и те, что побольше. Малыши слушают сказки про курочку-рябу. Те, что постарше, про снежную королеву. И вот каково удивление, когда они могут здесь увидеть, покормить и пощупать таких оленей, на которых Кай с Гердой скакали в Лапландию. Либо же саму курочку-рябу с петушком. Сейчас очень редко у кого бабушки и дедушки в деревнях держат кур. Ну и, конечно же, других животных. Оленей тем более никто не держит. Контактный зообарк просто наполнен детьми. И это был не выходной день, не суббота и не воскресенье. Я думаю, что именно выходные дни здесь не протолкнутся. Очень удобно, что на каждой клетке висят объявления о том, чем именно можно кормить данных животных. Ну а вот на соседней клетке висит огромное объявление. Оно не одно, по зоопарку их несколько. Которая так и гласит, что уважаемые посетители нашей фермы, пожалуйста, войдите в наше положение. Перестаньте ругаться с работниками, приносить свои продукты, овощи чудесные, но у нас нет спонсоров. И нам надо за короткое лето собрать деньги на корма, зарплату и так далее. Следующая клетка, это клетка с козочками. Все, что не съели олени, ну разумеется, они бы съели все, если бы мы им отдали. Но следующее, что не съели олени, доели козочки. И еще здесь есть верблюды. Верблюдам тоже досталось. Вот еще раз хочу обратить ваше внимание на то, какие они чистые, ухоженные и упитанные. Гладкие-гладкие. Не сравнить с теми, что в зоопарке и в цирке. Таких верблюдов очень хочется погладить по головке. Да, кстати, они сами не брезгуют понюхать. Нюхают и волосы, и сумки, не стесняясь. Попрошайничают, так же, как и мелкие животные. Вот и на козочках такое же объявление. Действительно, очень много расходов, чтобы содержать животных. Кто это не знает? Думаю, даже те, кто держит собачку или кошечку в квартире, об этом знают не понаслышке. Но уж и другие животные, которые находятся под открытым небом и зимуют там же, требуют еще большего внимания и денежного вложения, чтобы мы с вами и наши ребятишки могли прийти, посмотреть и порадоваться. А вот и северные олени, которые из Якутии. В Якутии, как вы знаете, огромный перепад температуры зимой. Морозы под 50, а летом плюс 30. И у оленей нет потовых желез, они потеют через язык, так же, как и собаки. Поэтому не удивляйтесь, если вы увидите оленя с высунутым языком. Я думаю, олени здесь больше всего прижились, лучше всего разводятся в неволе, размножаются, потому что их действительно очень много всяких разных. Ну и, конечно же, не обошлось без хрюшек. Хрюшки здесь есть и крупные, настоящие свиньи поросята, и мелкие породы свиней, которых сейчас так любят держать у себя в квартирах в крупных городах и выводить погулять на поводке с ошейником. Держат вместо кошечек и собачек и говорят, что они очень-очень умные. Но мы пока до этого не дошли, и нас больше умиляют. Вот, например, пони, олени, козочки. Внучка вернулась еще раз покормить козочку. А у пони есть маленький жеребенок, и он тоже не отказывался кушать листочки. У пони здесь два вида. Вот такой коричневый с белой челкой и дальше белый. Внучка с удовольствием кормит их и прыгает от счастья. Вот те самые мини-пиги, которых держат в квартирах. Забавные, смешные, но я думаю, все-таки место их точно не в городской квартире на кухне. Что хочу сказать. Приезжайте в наш Новосибирск. Мест экзотических очень много. Это и зоопарк, это и планетарий, это и новая наша набережная, и аквапарк, и несколько контактных зоопарков. Вот лисонька спит в клетке. Думаю, вам будет не скучно. Каруселей и других аттракционов также море. Сдаются квартиры и посуточно, и много мини-гостиниц. Лето у нас жаркое, длинное. Мы третий по величине город России. Думаю, впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь. И не забудьте захватить с собой своих детей и внуков. Всего вам доброго, удачи, здоровья, мирного неба над головой. До новых встреч!